Всем привет, с вами вновь Антон Салуинов.com И я продолжаю рассказывать о том, во что я поиграл на прошедшую E3 2014 Ну и собственно, конечно же, не мог я пройти мимо Far Cry 4 Который всем очень-очень понравился во время пресс-конференции Юбиков Что там говорить, третий Far Cry отличная игра была И, как мне сказали сами Ubisoft, на четвертую часть были самые большие запросы опойментов от прессы Просто пробиться туда и поиграть было очень-очень сложно Слава богу, у Sony на выставке были стенды с игрой, но там можно было поиграть только в одиночную игру А вот к Ubisoft надо было попасть, чтобы попробовать КО Собственно, и то, и другое я сделал И поиграл сначала в синдром, а потом в кауп Причем происходит все на одной карте Они просто из открытого мира вырезали кусочек с взятием форта Ну и вот можно попробовать его взять разными способами Один, он такой агрессивный И заключается в том, что вы залезаете на огромного гигантского слона И вырезаетесь в центральные ворота Охрана начинает паниковать, разбегаться в разные стороны С дробашом на этом слоне едете, их налево-направо пуляете Кого не успеваете, хватает своим хоботом слон и отправляет на несколько метров в воздух Потом приезжает подкрепление на нескольких джипах Эти джипы точно так же разлетаются в разные стороны Слон у нас боевой, все умеет В общем, веселье дикое, демка очень короткая То есть нужно просто перебить весь форт Потом прибудет парочка джипов, замочить их А потом вертолет и его уже добить Определенно еще лучше стала стрельба Еще лучше чувствуется оружие Вообще очень приятно в игре стрелять Очень здорово, герой карабкается Постоянно залезание на всякие дома, сараи Применяется в геймплее Постоянно нужно заходить с разных сторон Менять высоту, чтобы успешно всех раскидывать Ну и для этого, естественно, появились разные приспособления Трупуны есть Пуляешь и забираешься на скалы Ну, в общем-то, все это, конечно же, не нужно Когда ты врываешься на базу на слоне А если пытаешься сделать все по стелсу То от этого уже есть толк Когда по стелсу проходишь Из интересного, это появились приманки Можно бросить к охранникам кусок мяса И если есть хищник в округе Прибежит и сожрет их Причем хищники все время разные То есть это действительно не скрипт А работа с открытым миром Хищник может прибежать, может не прибежать Реально прикольную фишку сделали Ну и третий способ взятия форта, который был в демке Это взять такую этажерку с пропеллером из Безумного Макса 2 Взлететь на ней над фортом И размочить всех из гранатомета В этом варианте мне безумно понравился эффект полета Не знаю, как они это сделали Но прям вот фантастическое ощущение Что ты в воздухе висишь на какой-то дне С одним пропеллером Который в любой момент может рухнуть Мне в общем очень понравилось Ну самое крутое, конечно же, начинается в кооперативе Когда у тебя ко всем этим возможностям Прибавляется взаимодействие с другим игроком Можете друг другу помогать Намечать цели Договариваться одновременно с снайперскими выстрелами Устранять охранников Ну или в конце концов врываться на базу на двух слонах А не на одном Это просто весело Ну что там говорить Все играли в Far Cry Примерно представляют, что там можно придумывать И очень круто, что Ubisoft это сделали От банального Один едет на джипе, другой стреляет До каких-то моментов С помечанием врагов С приманками для хищников Или вот один игрок бегает по земле Другой его вот с этой этажерки вертолета прикрывает Ну то есть творить можно всякое разное Это очень радует И больше всего радует То, что КО будет доступен в любой момент На двух игроков в открытом мире И мне кажется, это огромная находка Потому что, ну вот что меня остановило От полного зачищения Far Cry 3 Ну прошел я сингловую кампанию Все, как бы после этого возвращаться в игру не очень хочется А тут вам прям повод все эти форты и башенки захватывать Что ни говорите, а Ubisoft все-таки свою концепцию открытого мира Хоть и размножает в разные-разные игры А постоянно они двигаются вперед И это очень-очень радует Сингловую кампанию в КО проходить нельзя будет А зачищать, собственно, Гималай Пожалуйста, берете с другом и все крушите налево и направо В остальном графически игра, как видите, не сильно ушла от третьей части Конечно, получше Но в целом это тот же движок Никаких сюрпризов здесь нету А жаль, мне лично уже хочется какого-то прям нексгена шутерного Но здесь, в принципе, Ubisoft можно понять Потому что одно дело делать шутер нексгеновский, а другое делать нексген шутер в открытом мире Это все-таки сложнее задача и, видимо, нам придется немножко подождать В остальном по поводу сюжета по-прежнему ничего не известно Кроме того, что все будет происходить в Гималаях Где Боря Моисеев возвел собственную страну диктаторскую И то, что какой-то турист в этот керат случайно угодил Что, собственно, все видели на пресс-конференции В целом, какой там сюжет, в принципе, мало важно Far Cry 4 не про это На этом все, спасибо, что смотрели Это не последний ролик по итогам Е3 Подписывайтесь, если еще этого не сделали Заходите в блог, там впечатления появляются быстрее И ставьте лайки, больше лайков, больше желания делать новые ролики Это истинная правда На этом все, увидимся Субтитры сделал DimaTorzok